Здравствуйте дорогие друзья! С вами Школа Болсуновского. В данном видео я буду писать мало кода. Моя цель рассказать, что такое пандас, зачем она нужна, как мы будем изучать пандас в школе, для чего и в общем все вот это. Значит, наверное, многие уже слышали бигдата, бигдата, большие данные. Ну, я буду где-то умные слова показывать, но простыми переводить, потому что моя задача донести, чтобы каждый из вас понимал, что рано или поздно пандас понадобится. При этом работа с большими данными, тот, кто собирается зарабатывать в любых компаниях, в любых, это самые высокооплачиваемые программисты, которые умеют работать. Вот сейчас я покажу, все эти библиотеки будем изучать в школе с этими основными библиотеками. Ну, давайте по порядку. По крайней мере, я знаю, что хорошие спецы зарабатывают от 4 тысяч в эквиваленте долларов за эту цену. Итак, давайте начнем. Видео длинное, но сэкономит время. Каждый из вас сегодня бывает в любом магазине. Посмотрите, там куча товаров, да, и нам казалось бы, как с этим всем справляться. Да, 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 с этим легко. Вот если бы был такой магазин, и нам бы надо было еще разобраться и с поставками с разных стран, и все что угодно, панда смогла бы нам вывести в пару строк кода такую, допустим, таблицу. Там номер магазина, страна, Самара, куда сколько поставлено. Конечно, эта маленькая таблица тривиальная, но она явно показывает. Итак, цель пандас структурировать данные. Отлично. Первый шаг сделан. Зачем? Знаем. Когда я готовил материал, чтобы каждый себе мог ответить на вопрос. А вообще, кому может пригодиться пандас? Пандас, любому сайту, любому, неважно, это сайт магазина, с чем бы он ни работал. Когда становится сложным что-то подсчитать или структурировать вручную. То есть, когда становится чуть больше. Официальный сайт pandas, pandas.pydata.org Но, допустим, если с нуля, на сайте разобраться довольно сложно. Тем более, пандас сам по себе, это просто, грубо говоря, код. Давайте вот самопросто покажу, что это такое, и вы сейчас поймете. Любители острых ощущений и, например, такого языка, как Java, чтобы вывести в файл, примерно написали вот этот бы код. Сколько строк? 38. В pandas пришлось бы написать две строки. По-моему, больше нет что-то доказывать. По сути дела, пандас в своей структуре имеет заготовку кода, где мы просто импортируем, чтобы применить некие операции. Пару строчками кода и, допустим, получить определенные таблицы типа этой. Несколькими строчками кода. То есть, потеря времени исключается. При этом библиотеки работают быстро, так как все вычисления построены на, значит, библиотеке NumPy. Эта библиотека написана на языке C, которая, в принципе, и является основой для вычисления. А просто люди написали, то есть, разработчики, которые имеют огромное сообщество, написали заготовки кода для разных ситуаций. Наша задача всего лишь взять, импортировать. Как правило, всегда это выглядит довольно просто. Просто, допустим, если бы нам надо серию вывести, не важно, что вы пока не понимаете, я дальше скажу, мы будем по ходу изучать. По сути дела, мы взяли, сделали импорта с Pandas, с NumPy, с Matplotlib. И просто написали короткий код. По сути дела, получив этот короткий код, мы уже получаем наши данные совершенно сразу же. Пока это бесполезные данные, потому что это просто пример. Но самое главное, что отчет мы получаем. И так работает вся панда. Да, код может быть немножко больше, немного сложнее, но в любом случае это проще. Значит, тот, кто сейчас сидит за монитором, ну и типа там говорит, да, Python там медленный. Ребят, да вы говорите все, что хотите. Вопрос в том, что кто изучил Python, тот сделает 15 проектов и будет обслуживать 150 клиентов, пока вы будете писать один проект на C. При этом, дабы никто не злорастовал, я в школе буду давать и C, и C++. Плюс, буду давать, вот сейчас немножко подсоберусь, все мой первый язык, я его очень люблю. Но с какой целью я буду давать? Уж точно не писать на C программы. Или там писать сайт, дело глупое. А вот, допустим, делаем что-то для Python. Увидели кусочек, ох, надо, чтобы скоро работал. На C написали, сделали импорт для Python и используем и кайфуем. Только с этой целью. И C++ тоже можно так использовать, поэтому я решил их включить в школу, но чуть позже, после, как будет более-менее до ума доведен раздел, именно машинного обучения. Так, поехали дальше. Дальше, зачем Pandas, это понятно. Но Pandas, она работает в сумме с другими библиотеками. Конечно, мы могли поступить следующим образом. Ну, например, изучить язык R. То есть, на это пошло время, мы бы изучили язык R, который, в принципе, выводит статические данные. Но даже изучив этот язык, мы бы не получили то, что дает Python. По одной простой причине, захотели бы мы, допустим, выводить данные, нам бы пришлось изучить язык программирования MATLAB. И так далее, и так далее. По сути дела, ушло бы куча времени на все эти вещи. И когда вы начали работать, неизвестно. То ли дело Python. Нашлись люди, которые уже написали библиотеку, допустим, MATLAB на основу его языка MATLAB. Но при этом привязки к Python. Что я хочу сказать. Вот даже если, вообще библиотека, если взять пакет Anaconda, там около 200. Но если вы, а мы с вами изучим несколько библиотек, это основа для всего. Это такие библиотеки NumPy, SkiPy, Matplotlib, Pandas, Kiketleron. Ну, возможно, NTLK. Все остальные работают по принципу и по необходимости. Данные библиотеки нам обеспечат легкое структурирование данных, Matplotlib, выведение графиков по данным, то есть визуализация данных. SkiKetleron – это принятие решений на основе этих данных. То есть это библиотека машинного обучения. Ну, а NTLK мы коснемся, но это больше библиотека обработки естественного языка. То есть, по сути дела, задачи могут быть разные. Все, почему все круто, работает на все, в принципе, на NumPy, это скорость получаем C. Второй момент, мы, не выходя за рамки языка, то есть используя синтезис Python, подключаем разные ресурсы. Я уже говорил, не в этом видео, ранее говорил, но сейчас повторюсь. Мы видим, что в школе, школа, да, написано Python плюс Django, поэтому все, что мы не делаем, мы будем интегрировать в Django. Потому что, допустим, с графикой там вообще все просто. От Django тут надо еще немножко знать, чуть больше. Но, тем не менее, вот главная раздела машинного обучения. У нас уже в полную меру идет обучение. А второе, это кабинет. Сейчас, секундочку. Это Django уроки, то есть, само собой, школа Django, Django основной упор. Но, когда мы зайдем, например, в кабинет, то здесь мы вот на данный момент видим, это установка, это основное. Matplotlib, Pandas, сейчас машина Learning, то есть, основные пакеты. Значит, я уже говорил, еще расскажу. Вот Matplotlib у нас идет частяком, то есть, визуализация. А дальше, вот, допустим, в Pandas мы будем использовать и Pandas, и Matplotlib, отображение данных, и SkiKitLearn. В машинном обучении мы будем использовать Matplotlib, и Pandas, и SkiPy. То есть, но, так как раздел, допустим, Pandas, то основой идет, конечно, углубленное изучение Pandas. Машина Learning, то есть, идет четкое объяснение и углубленное изучение. Чтобы, в конце концов, пройдя раздел, и, само собой, мы постоянно работаем с Django, человек мог уже профессионально работать с любыми данными, отображать их, высчитывать и так далее, и так далее. Ну, да ладно, давайте вернемся. Итак, вот это, грубо говоря, более вот такое объяснение я нашел в интернет. Но я прочитаю некоторые вещи, а так расскажу простыми словами. Что такое Pandas? Pandas, это библиотека высокой производительности, разработанная у S. McKinney в 2008 году, за все больше денег, де-факто. В общем, грубо говоря, многим может не говорить, обрабатывать различные наборы данных. Временные, табличные, вот мы табличные видели, да, данные. Гетерогенные, здесь не в этом дело. Я сейчас, наверное, скажу более простым языком. Значит, все данные, которые нужны для анализа, умеет работать Pandas. Также Pandas умеет работать, если есть наши личные данные. То есть, их нет в библиотеке, допустим, мы сами написали функцию. Панда их обработает. Вот придумали что-то, написали. Любые, любые современные виды анализов. То есть, вплоть до того, до синтактического анализа. То есть, мы можем взять, допустим, сайт, и нам надо провести анализ там, что сколько у нас на сайте слова там Россия, например, там, или слово Вера, сколько раз используется. То есть, любые виды анализа может Pandas. Вопрос в том, как я говорил, пару строчками кода. Преимущества. Значит, по сути дела, вы уже видели, вот я основное для себя увидел, по сравнению с языками Java, CC++, даже говорить нечего. Мы увидели, да, что то, что пишется на Java, вот такой код, на Panda, простым пишется вот импорт и вот одной строчкой кода. Конечно, экономия времени, простота, чтение и все прочее, при этом скорость работы. Поэтому тут, поэтому народ и полюбил. При этом не надо изучать 10 языков, мы знаем Python. И, как я говорил, мы уже можем работать и с библиотеками визуализации, и с любыми вычислениями, при помощи Panda структурировать, при помощи SkiKit Learn машинного обучения, научить наш сайт, программу и так далее, принимать решения на основе этих данных, и все прочее, прочее, не выходя за рамки языка, что есть очень круто. Поэтому, захотите почитать, вы сами почитаете, а я далее пойду. То есть, вот остановите, прочитайте на экране. По сути дела, ну, да, здесь скучно написано, что такое Panda, но я вам скажу, вот что может понадобиться, там, при анализе данных, все она умеет. А, чтобы сейчас не объяснять, не быть голословным, вот как я решил построить курс. Ну, установка Anaconda у нас на сайте уже есть, то есть, вот тут установка мы, Anaconda, Miniconda. По сути дела, я вам показал, как все установить сразу и не дурить мозги. Значит, мы будем работать, конечно же, как справка с сайтом Pandas, но прежде чем работать осознанно с этим сайтом, вот мы сейчас разбираемся, что такое Pandas, преимущества Pandas, а потом начнем писать код. Как я говорил, NumPy саму по себе мы не изучаем отдельно. Почему? Потому что, на самом деле, когда мы начали работать с Matplotlib, мы несколько уроков изучали NumPy, то, что нам надо для Matplotlib. А вот сейчас, допустим, для Pandas нам NumPy, NumPy это массивы, массивы это однородные данные. Мы уже будем проходить намного больше функций, то есть, вот мы, если раньше EndArray, да, массив проходили, то сейчас мы будем еще с десяток массивов проходить, писать код, разбираться, так как это нам понадобится для работы с Pandas. Поэтому, вот сейчас мы рассмотрим, что такое Pandas, да. А начнем так. Так, сначала углубим наши знания NumPy. Почему? Потому что вся обработка данных, если мы возьмем любой код Pandas, то, как мы видим, всегда идет импорт с Pandas и импорт с NumPy. И зачастую импорт с Matplotlib, да. Но нас интересует сейчас NumPy. Поэтому при обучении мы сначала рассмотрим нужные нам массивы, которые часто используются в Pandas, чтобы понимать, как они работают. Потом, следующим шагом, мы поймем, из чего состоит Pandas. В принципе, Pandas состоит из трех основных структур. Серия, DataFrame, панель. То есть, вот эти три основные структуры, и мы их разберем подробно, что это такое, что они делают, как применять и так далее. И плюс еще добавим, конечно, Django. По Django я тут даже ничего не говорю. В школе очень много материала по Django. Отдельные уроки. Берите и проходите. По шагам. Все по шагам. Значит, нам осталось только коротко разобрать преимущества. Значит, ну, в первую очередь, грубо говоря, это анализ данных в Python. Значит, отличительной чертой является набор структур, которые она представляет. По сути дела, это 1D, 3D, но, грубо говоря, это вывод таблиц и вплоть до вывода 3D в 3D. Значит, мы также столкнемся с утилитой библиотекой StatTools, которая, в принципе, является сходно с языком R. Мы включили эту библиотеку. По сути дела, она простая, она написана уже и имеет все те же функции, только в Python, как язык R. То есть, опять мы не выходим за рамки. Значит, Panda работает с любой библиотекой. Библиотека Pandas очень быстрая. Почему? Потому что имеет большое количество итераций и усовершенствованных функций. Что я имел под усовершенствованием функциями, я вам уже показал. Вот пример. Для того, чтобы импортировать файл, мы пишем одну строчку. Как я говорил на Java, мы бы написали кучу кода. Время выброшено, правильно? Просто, конечно же, Pandas внутри довольно сложное. Но для нас, как для пользователей, достаточно просто разобраться, как это делать. По сути дела, все просто. Например, импорт, да? Pandas ASPD. Но это то же самое, что NumPy просто создается... Значит... Секунду. Просто создается, значит, новое пространство имен. Ну, грубо говоря, для винды создали новую папку. Вообще, если мы заметим, в Pandas, NumPy идет везде AS, AS, AS. Ну, это, значит, есть особенность в Python. В Python есть особенность, чтобы, допустим, не брать всю библиотеку, не вытаскивать наружу. А просто, грубо говоря, что делает Python, когда мы пишем ASPD. Вместо PD можно было в Васе написать. Просто, ну, в Pandas принято, да, де-факто PD писать, в это, в NumPy.np, в Matplotlib.plt. Ну, просто тогда все программисты друг друга понимают. По сути дела, что происходит? Для того, чтобы... Почему вот это так делается? Для того, чтобы не вытаскивать наружу всю библиотеку, не импортировать, то есть не засорять. Импорт Pandas ASPD, значит, можно было перевести так. Импортируем Pandas как PD. PD это пространство имен, грубо говоря, Python выделил место, оно пустое. И мы его потихонечку начинаем заполнять чем-то. Ну, вот кодом. В данном случае код есть там, да, PD Series, то есть мы работаем серией. Я не объясняю, что такое серия, потому что мы будем рассматривать. И, грубо говоря, вот вначале у нас идет PD, потом точка, потом Series, да, то есть мы начинаем использовать это пространство имен. Значит, это понятно. И, по сути дела, действительно, это усовершенствованная структура. Чтобы вывести файл, нам надо было написать, вот, грубо говоря, одну строчку. Я не считаю импорт. Ну, пусть будет одна строчка. Импорт. Это у нас переменная. По сути дела, мы пишем, значит, PD и саму функцию ряд, ряд, ксв, и далее указываем файл. Все. Но это же проще, чем вот это все писать. А еще есть код программы и так далее. И вот так в Pandas все работает. То есть написаны усовершенствованные функции. Вот это и надо понимать под этой строкой. Значит, что я говорил. Pandas может обрабатывать различные наборы данных. Временные ряды, табличные, матрицы и так далее, и так далее. Облегчает загрузку всего. Если практически все базы данных, DB и так далее. Все такие удобные файлы. Значит, он может обрабатывать множество операций по наборам данных. Возможно, для кого-то сейчас это будет пока пустое слово. Поднаборная резко фильтрация, слияние. В общем, грубо говоря, я бы сказал еще больше. Сейчас я скажу еще больше. Это панда умеет. Но кроме этого, мы с вами изучаем библиотеки. Ну, например, есть у нас магазин. Вот этот магазин. Да, там есть товар. У нас есть товаров, например, очень много. Я говорил, что пандас, в зависимости от того, что нам нужно, применив пару строк кода, мы, допустим, сможем вывести определенную таблицу и там расставить. На каком складе товар и так далее, и так далее. В каком городе. Ну, я говорю, к примеру, составить таблицу. Я говорил, что пандас, как правило, будет использоваться с другими библиотеками, которые мы тоже изучаем. Например, Matplotlib. Matplotlib нам поможет вывести график. А когда будут структурированы данные, да, с Kiket Learn, мы тоже его будем изучать, поможет принимать решение. Это библиотека машинного обучения. Многие не понимают этого слова. Это мы обучаем наш компьютер, наш сайт. Ну, правильнее сказать компьютер, потому что сайт находится в связи с компьютером, там с хостингом, сервером и так далее. Ну, давайте попроще. Будем обучать наш сайт. Ну, например, при помощи пандас мы вывели, что вот эти 10 товаров находятся на складе. Вот смотрите. Вот рассказываю полный цикл простым языком. Пандас вывела, что в магазине находится, ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть товаров. Это таблица, якобы таблица. Я ее беру, чтобы вы на нее смотрели. Шесть товаров. Отлично. Значит, далее мы... Что делаем? Далее мы просто при помощи другой библиотеки можем построить график. Ну, построили, да, там график. Так. И, по сути дела, график мог бы быть любой. Например, мы могли построить по месяцам, что было шесть, там десять, пятнадцать. Теперь, при помощи с Кикит Лерн мы могли научить нашу программу или сайт обрабатывать эти данные. Ну, например, если здесь шесть товаров, то в магазин А ничего не поставлять, а отправить сообщение. Значит, ну, кто там будет читать, да, что сообщение. В данный момент в магазине А шесть товаров. Значит, при помощи с Кикит Лерн мы будем писать, если шесть товаров, то ничего не поставлять. Значит, а в магазине Б на данный момент, в магазине Б нет таких товаров. Значит, данные шесть товаров сейчас поставить в магазин Б и отобразить график при помощи Пандас. То есть, по сути дела, как вы видите, все библиотеки работают в сумме. Ну, все они довольно... Вот изучив любую одну, вы можете легко изучить другие. Они все работают принципиально по коду одинаково, только код означает разное, да, функции разные выполняет. Но, в принципе, я вам вот так на пальцах объяснил, что значит использовать, допустим, в данный момент несколько библиотек, да. Мы могли вот в данном случае логически выяснить, что построить таблицу товары и при помощи с Кикит Лера научить программу, что сюда не давай, давай туда, потому что там нету, нету. Поняли, да? Согласен, многие скажут, что это можно сделать и при помощи обычного Python. Ребят, конечно, можно. Но зачем? Если люди годы работают над библиотеками, которые имеют специальную узкую направленность, и их удобно использовать. Поэтому будем говорить так, что, к чему я это сказал, что, да, сама Пандас умеет данные представлять в любых форматах, да, но плюс мы сюда еще можем добавить... Сейчас, где это мы... Ну, в общем, где-то здесь было, да. Ну, сюда, как я говорил, мы можем добавить и другие библиотеки, то есть, но сама Пандас, она может работать с любыми данными. И цель основная, еще раз говорю, структурировать и вывести для нас понятным языком. А что там будет, это уже чисто ваше дело. К чему хотите, применяйте. Вот как у вас есть смысл, да. Вот смысл задали, урок, что... Вот в данном случае смысл. Это номера магазинов, это страны, это города, где находятся магазины, и, допустим, сюда поставлено там 3, 4, 2, 1. Ну, грубо говоря, если бы это у нас были товары, таких 3, сюда 2, таких там 4 товара. Это было бы то же самое, что я рассказывал, только вот эти товары мы видим, куда поставлено. Очень удобно смотреть, правильно? И вот для этого существует Пандас. Я так понимаю, вы поняли. Ну, что еще? Представление данных легко может... Данные формы, естественно, подходят для анализа. Ну, мы будем дальше рассматривать серию, DataFrame и так далее, да. То есть, мы будем уже рассматривать код, как это делать. Это эквивалент Java, C и C+. Только в этих языках Java, C и C++ надо писать очень много кода, да. А в самой Пандас пару строк. Но, тем не менее, допустим, мы используем сейчас в Пандас библиотеку, написанную на C, это NumPy, обработка массивов, да. Массив. Массивы это однородные данные. Мы рассматривали уже в школе. Приходите, я здесь не буду. Так, дальше. Ну, какие данные мы уже рассмотрели, что всякие. Самое главное, это краткий, четкий код. Ну, согласитесь, ребят, что взять, написать, извините меня, импортировать, написать, ну, переменную, грубо говоря, мы сами придумали, да, а написать одну строчку кода. Ну, тут повторяться, я хоть повторюсь, да, краткость данных. И написать весь код на Java на том же. Конечно, я говорил, что, ну, можно на чистом Python написать. Правильно, можно. Но зачем, если люди создали библиотеку, проанализировали, какие данные нужны вообще, какие данные бывают, и создали просто внутренние функции. Наше дело для того вызвал, вот, написал ряд СВФ, КСВ, да. И импорт пошел. Краткость данных, лаконичность данных. И нам ничего не надо придумывать. Она вам и таблицу составит, и все прочее. Грубо говоря, действительно так, мы, допустим, делаем сайт, и вот у нас пришло время сосредоточиться на цели. Нам надо, как я говорил, отобразить на сайте график, посчитать, что где находится разобраться. Мы просто используем Pandas и другие библиотеки. Грубо говоря, мы сосредотачиваемся только на конкретной цели. Но мы, что-то я искал, мы сосредоточимся на конкретной цели. Я надеюсь, что я объяснил нормально. То есть, по крайней мере, моя задача была объяснить простым языком, что такое Pandas, зачем она нужна и так далее. Ну и в конце я могу сказать, еще раз сказать, как будем изучать. Ну, например, если посмотреть на сайте, то я объяснил. У нас идет первый раздел установка. Я показал там установку, когда все библиотеки отдельно ставить и так далее. Далее мы начали с Matplotlib, так как все, что мы не делали в Pandas или с Kigitler нам хочется отображать. Поэтому эту библиотеку начали первой изучать. Далее мы изучаем Pandas. То есть, библиотеку Pandas. Разобьем ее на, по сути дела, несколько этапов. Первый этап, как я говорил, нам надо углубиться в NumPy. Мы пропишем код, и если раньше мы, в принципе, работали с массивом EndArray, то сейчас мы поработаем еще с десятком массивов с NumPy, чтобы понять, как они работают. Потом мы разобьем на три основных части серии с DataFrame панель. То есть, что это такое, как пишется код. И это нам даст уже писать, выводить таблицы, то есть, сознавать. После этого, я думаю, когда я вас познакомлю, вы начнете уже использовать официальную библиотеку, то есть, будете понимать, что еще. И уже будете легко ориентироваться, имея определенные ключи в голове, будете легко ориентироваться и применять просто уже, грубо говоря, официальный сайт. Значит, школа платная. Для тех, кто смотрит видео первый раз, объясняю. Обращаю внимание, школа не предназначена, вот вы, когда выйдете, никогда выйдете. Кстати, можно зайти, логин демо, пароль демо. Школа удобна именно для пользователя, который вошел, имея свою учетную запись, потому что тогда мы можем просто-напросто обратиться к плану 1, плану 2, под это построено меню. Для тех людей, которые хотят познакомиться, просто заходим, вот читать новое, либо начни здесь, вот выделено синим, зеленым. Эта информация вас познакомит. А так вы нажимаете получить логин и пароль, получаете пожизненный доступ и занимаетесь. Мы изучаем здесь Python с нуля, Python углубленное, объектно-ориентированное программирование, также занимаемся Python for Android. Кроме этого, вот сейчас мы говорили о разделе Python Big Data, раздел машинного обучения, то есть, неважно, вы пишете программу, вы пишете сайт, везде, наверное, вам понадобятся такие данные. Но если вы решили работать, то изучайте вот эти библиотеки, становитесь профессионалом, и куда бы вы ни пошли в большую компанию, за это вам будут платить хорошие деньги. Это сегодня одна из самых востребованных специальностей, обработка больших объемов информации. При этом в школе мы будем стараться охватить многое, не многое, а основное, чтобы могли строить графики, могли структурировать данные, могли научить сайты принимать решения. Ну, НТЛК просто я написал, потому что, скорее всего, мы ее сейчас коснемся, и, по крайней мере, надо познакомить вас с обработкой естественного языка. Ну, а эта библиотека обработка статических данных. Еще раз говорю, пугаться не надо. Да, саму NumPy мы изучаем потихоньку. Там, допустим, в Matplotlib мы изучили, NumPy огромнейшая библиотека, она умеет делать все, что угодно, применяется всеми компаниями, которые я только знаю, там, Facebook, Google и так далее, применяется в космосе. Эта библиотека умеет делать все, вот в любой материн, все в материнатической, все. Это очень мощная библиотека, сильно развивается, она умеет делать все. Поэтому мы подходим избирательно. Matplotlib, как я говорю, вот начали мы, да, мы изучали те массивы, которые нужны Matplotlib. Вот сейчас в Pandas нам надо большее количество массивов понимать. Поэтому мы их изучим. Но принцип работы с NumPy вам станет очень понятен. Это все там очень просто. И уже в зависимости от тематики мы будем как бы набираться, набираться то, что нам нужно для понимания. С Кикетлером понадобится что-то еще, еще будем. Я стремлюсь к тому, чтобы материал был легко понимаемым, последовательным, применимым на практике. Вот от этого мы отталкиваемся. Ну, то, что я хотел рассказать, я рассказал. Приходите в школу, занимайтесь, свое удовольствие изучайте, и так далее. Спасибо за доверие. Спасибо за доверие.